Анины, видимо, всё ещё боятся Эрспирита от Джерекса. Правильно делают это очень сильно, Эрспирит не единожды показывал, как может напрягать на протяжении всей карты, создавая проблему тому же мидеру с самого начала. Само мидера не особо хочется подставлять. И отдавать Джерексу. Камешек. Ну что, Олджим, 10 секунд. Совсем долго они думают? Да, очень долго у них идёт стадия драфта. Алхимик третьим пиком. Ох-ох-ох. Интересно. Очень интересно. Пишут, пишут, что звука нет в игре. Я думаю, что тебя троллят, скорее всего. Это же... Это новый прикол какой-то? Это новый мем, да. Я думаю, что это чатик Твича. Там есть весьма любезные и хорошие люди, А есть те, которым ночью скучно, и они будут пытаться тебя развести на какие-то... Откуда этот пошёл мем? Не знаю. Ну это, наверное, тут же откуда вела-то погромче, типа, и так далее. Я понял. Я только один мем знаю. Новый. Петуч. Всё. Я не знаю, что это такое. Ну, честно говоря, я тоже. Но он есть. Получается, ты тоже не знаешь, что это за мем. Надо знать расшифровочку. Да, да, я вижу. Субботнее утро. Если сегодня суббота, конечно. Уже суббота. Это самое время. Ну и, кстати говоря, 4,5 тысячи человек в субботу проснулось посмотреть за... Я думаю, что большая часть ещё не ложилась. Как бы пятница, вечер, люди идут отдыхать, культурно или нет, неважно, возвращаются тут дотка. Да, после отдыха нужен ещё отдых, чтобы отдохнуть от этого отдыха, и как раз можно залипнуть в дотан. Ну, может быть, кто-то меня расшифрует, что такое. Что такое, что? Петуч, я же правильно запомнил. Петуч. Ну, вон тебе поставили смайлики. Вот этой пеки. Кингов Петуч. Петуч, понял. Всё. Пускарик у нас появляется с третьим пиком. И тут же ответ Ancient Operation. Что пикать? Можно попробовать взять какого-то дазла. То есть, грейв, он вроде как неплох, но вот хилл, да, появляется дазл. Хилл не особо круто смотрится, когда есть Ancient Operation. А тут ещё есть и алхимист, который может принести синий посох в дар синему герою. И... Когда начнётся экшен. Очень странно как-то всё это выглядит. То есть, взяли OG-алхимика, не боясь Operation. Вместо того, чтобы самим брать аппарата, Вич и Гейминг забрали комбинацию Husqvar Dazzle. Комбинация очень сильная. Она вообще просто нереально сильная, если в игре нету Operation. Ну, если в игре есть Operation, то эта комбинация, она, конечно, ну, страдает очень сильно. И... Ну, всё, на что им остаётся надеяться, это на какой-то жёсткий сноубол, что они смогут вообще прямо этого алхимика задавить вместе с его командой. Честно сказать, я таких игр вообще не помню, что вот конкретно алхимика удавалось задавить вот прямо совсем. Всё равно он своё выносит. Да, понятно, что сначала Husqvar имеет хорошее преимущество, но физически... Ну, ещё алхимика и Визилейн можно поставить в теории. Ну, вообще-то... А в мид взять какого-то другого героя. Триплу с алхимиком и Oracle Mansioned Operation будет очень трудно загнобить. Ну да, сейчас посмотрим, что возьмут все в мид в Вичгейминг, потому что пока что, если это не Husqvar Dazzle в миде... Если это Husqvar Dazzle в миде, Алхимик, да, он будет страдать. Но, как ты заметил, его можно передвинуть на лёгкую. И сейчас... Так, вот Свен в бане. Посмотрим, что возьмут в Вичгейминг. Им сейчас нужен какой-то, я не знаю, просто вот очень сильный герой на лёгкую и ставить Husqvar Dazzle на центральную линию против Алхимика. Только в таком случае Алхимику будет прямо вот совсем тяжело. Но в других ситуациях, ну, у OG здесь слишком жадный пик, который пока что не наказывают. Так, курсы появляются. Но они делают упор на мидгейм. То есть они хотят на 20-35 минут попытаться закончить игру в свою пользу Вичгейминг. Я бы даже сказал, что на early game. Потому что я не вижу вариантов, при которых они выигрывают на 50+, например. Ну, вот прям совсем нет. Куча аганимов, которые раздаст Алхимик. И сейчас появится ещё какой-то неплохой, наверное, Кор. Так, ну, разор. Это Рейзер. Да, а тут как бы Husqvar ворвался, эскейпа у него никакого нет. Ты к нему присасываешься и всё. Урса, которая находится не в контакте, она тоже особо ничего не делает. Пока мне пик OG нравится больше. Ну, да, у них смотрится такой он, повариативнее. То есть у них может Алхимик ещё пойти качаться не через монетку, а прям в боевого Алхимика. И в таком случае, ну... Это, скажем так, один из вариантов. В то время как Вичгейминг тянуть игру в лейт, ну, вообще вариантов нет. Здесь у них по вариативности всё совсем плохо. У OG всё очень классно выглядит. Посмотрим, конечно, как реализуют. Да, и пока что, вот, конечно, не хотелось бы сглазить, но этот лан меня удивил. Китайский лан. Китайский лан, хочу отметить. Он меня удивил с первой самой игры, которая началась, ну, практически по расписанию. И до сих пор все игры... Я практически не помню таких суровых каких-то технических заминок или вообще даже заминок. Это... Это очень круто. Не знаю, как, конечно, он будет продолжаться, но... На данный момент всё это выглядит прямо здорово. И при этом ещё мне как-то миловал интернет и практически нет потерь пакетов с китайских серверов. Тоже радует. Ну, я, кстати, тоже не лагал, а это радует. Я думаю, головы, которые слетели на шанхайском мейджоре, они дали небольшой сподвиг тому, чтобы ланы проводились нормальные в срок. Вряд ли есть желающие быть следующим уволен. Ну да. Тем более, в этом сезоне, как мы знаем, мейджоров будет меньше. Так, ну, я думаю, что мы не будем проходиться по игрокам. Ну, то есть, это... Можем предположить, но... Разве что предположить, кто есть кто. Так, и вот как раз нас настигли паузы. Ну, посмотрим, насколько будут затяжные. Мы уже спалил... Ты сам намашнил. Намашнил паузу, да, тактическую. Уже спалил кунку Operation. Это явно в плюс Operation. Не дал поставить вард здесь. А вард, видимо, очень не хотелось. Мне больше всего интересно, куда всё-таки какая линия пойдёт. Ну, намечается всё-таки линия дабл в миде, потому что... Ну, Урса, скажем так, может спокойно постоять один на один с Санкингом. Кстати говоря, Санкинг не самый простой для неё оппонент, но тем не менее. Да, ну, видимо, действительно, я... Я вообще не очень суеверный человек, но бывает очень обидно, когда вот так вот что-то говоришь, и сразу бах. Происходит. Чувствуешь себя виноватым немного. Эх, и звук ещё не запилил. Майл, ты звук не запилил? Паузу на ваш... Чёрный экран. Рамка. Рамка. Ты фаталити от комментатора, знаешь? Не включить звук, а ставить рамку. Да, и всё это с каким-то... Полностью пропустить пики под музыку. Чё там ещё может быть? А разве полностью пропустить пики — это фейл? Я думал, это норма. Не, ну... У нас же народ постоянно начинает кричать с самого первого пика. Эй, Вася, там уже пики идут, у тебя музыка играет. Чё, срёшь, что ли? Обычно? Ну, вообще-то да. Отвечаю я обычно. Ну, как бы... Все мы люди. Все мы люди. Некоторые из нас коты, но суммарно все мы люди. Калле. Вот, но Тейл знает мемасики. Да, какие-то лаги. Вроде бы... Он неправильно написал калле. Ну, да, но это... Можно это совсем другое означает на китайском. Ну, вообще, это очень похоже на финское. Вот он долгое время же играл с Калле Сарененом. По-моему, так именно зовут Трикси. Трикси зовут Булка. Булка? Кейк. Что? Что, ты не знаешь топовую Булку всех времен народов, Трикси? А, ну, в этом смысле. Я просто подумал реально... Позовная Булка? Что у него... Что-то такое. Просто, знаешь... Я вот на третьем Интернешнле помню, как Бульба был Сэм со Салли. Да. А на шестом он уже был Канишка со Салли. И я, честно говоря, не понял, где закончился Сэм и начался Канишка. Сложно. Даже с некоторыми мемами проще у меня. Не, ну... Это как бы не прикол, это так и было. Он был, Сэм со Салли. Стал Канишка. То есть, видимо, как-то не так... У него там указали имя. Или здесь, не знаю. Кто-то будет спросить у Бульбы. Он, в принципе, общительный человек. И он может сказать, когда он стал Канишкой. Не, я понимаю, когда, ну, 1437 там имя меняется. Потому что... Сивасибан Сиваносапилая. Или Куро Салехи Токасоми. То, что иногда сокращают, как Куро Токасоми. Или просто Тибан. То есть, что здесь произошло с Сэмом. Ну, видимо, тоже какое-то очень длинное и сложное имя. Есть же имена такие, которые вообще не вмещаются на целую строчку. Двойные, тройные. Во многих государствах. Может быть, что-то и с этим связано. Ну, Сэм, по-моему, не то имя. Ну, Сэм, да. Это не то имя, которое можно как-то жестко удлинить. Но, тем не менее. Тут у нас тем временем закончились все лаги. Мы обсуждали очень важную информацию. Но, на самом деле, ничего толком не произошло. Поставили вот такие вот варды. Все-таки воткнули более-таки аккуратные варды вичи геймингом. Мне дали поставить варды поагрессивнее. И воткнули вард на легкую. Судя по этому варду, у нас прямо вот очень боятся какого-то подключения. Опять же, вичи гейминг поставили, чтобы видеть, кто сюда приходит. И на легкой линии все-таки будет стоять Хускар. Пока что действительно похоже на даблу в миде, но не с Хускаром, а с Урсой. Честно говоря, не знаю почему. В миде, которая загнобит Розора и при этом развяжет руки Алхимику, она меня как-то немного смущает. Ну, окей, вы загнобили Розора. Хорошо. А что вы будете делать вон с тем парнем, который Баунтеруну уже забрал? Он сейчас будет стоять на Total Free Farmer, потому что у него очень крутые саппорты. Они смогут тычками нормально гонять. Да, вот он начинается. Таррент неплохой. Попадает по Ancient Operation. Ну, так можно разминать кунку. У тебя уже три стака висит, неприятно. Вы как-то разделитесь, ребят. Четыре стака на двоих. Ой, как же они разделились. Тоши, что ты делаешь? Прекрати. Почему не побежать в разные стороны, чтобы пришлось выбрать хоть один таргет, и не факт, что его забрать. Ну, да, они как-то не сориентировались. На самом деле, Oracle, удивительно, что такое произошло, потому что обычно Oracle как раз-таки, он уже может диспелить масло. Он только что сдиспелил масло с себя, но при этом не смог сдиспелить с Парейшена. И даже если бы сдиспелил, уже было слишком поздно. А Парейшен уже практически отправился в таверну. Удивительно, но суппорт здесь каким-то образом нафидили. Очень плохо это, потому что Кунка и Бэтрайдер не должны были на этой линии вообще иметь, ну, какие-то такие вот бонусы в виде фрагов. Но теперь у них все будет чуть лучше, и, возможно, они за счет этого смогут какой-то сноубол даже организовать. Но, правда, здесь у Бэтрайдера есть легкие проблемы. Под Чилин Тачем еще буквально пару тычек залетают. То, о чем я говорил, вот они два саппорта, они изначально могли это сделать. Эншент Оперейшен под Чилин Тачем два ранджевика просто стоят и наваливают. Ничего не можешь сделать. Да, здесь очень хороший суппорт. Удивительно, что отдали вот такой вот фраг, но реабилитировались. На нижней линии у нас значительно проще Хускару, нежели было бы Урсе. И здесь, в принципе, понятно, почему могло быть такое смещение. Но, с другой стороны, Урса, ну, крайне тяжело ей бороться с Разором. Даже под прикрытием Дазла все-таки Урса милишник, и Разор здесь чувствовать себя должен неплохо. Ну да, мы видим, что Разор пока что против двоих, даже вот против троих стоит. Но вот сейчас конкретно у него могут быть проблемы. Ой-ой-ой. Крес, Торрент, Захил, Дазла по трем героям, которые подходят вплотную. Разор здесь, конечно, не выживает. Сейчас будет аккуратнее играть, будет держать рейндж. Так. У нас Бэтрайбера опять выгоняют. Это что-то он третий уровень получил уже неплохо, и он транквилы купил, что немаловажно. Захарасить его теперь намного трудней. За счет вот этого начала как раз-таки поднял себе артефакты. На ботами наполучал. Да, я не думаю, что он прямо сгорит, но на самом деле, да, ему не очень приятно. Здесь тем более стоит центряк. Придется отсадить или фласку нести сюда. В этом проблема. Ну и вот вопрос, успеет ли Алхимик разогнаться или нет, потому что уже начинают щемить. Вроде бы на центральной линии Разор должен стоять хорошо, но, честно говоря, как-то... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще буквально пару тысячек. Уйдет, уйдет. Урса бежит, но не дотянется. Ну, все равно в этот момент Дазл собирает фарм. Урс сейчас вернется, Разору нужно уходить. То есть на миде уже Урса здесь все не очень хорошо. Сико! Ну, как же так? Они не подставляются здесь, я не понимаю. Еще и Кристош пошел. Проблема у Тоши. Тоши под фаерфлайм пошел первый стак. Ну вот здесь пэлил. Но это еще не конец. Там фаерфлай заканчивается, на самом деле. Лучше отойти, потому что под Чиринтачем можно еще и накидать, но он Чиринтачем попал только... Там кричал Oracle, только не на меня или что? Да, очень какая-то странная игра от УДЖИ, прямо вот заливная. Вот я, конечно, не верю в какие-то подставные матчи, особенно вот на таких стадиях, когда команда только зарождается. Но здесь прямо УДЖИ, ну, нафейлили как только могли. Отдали и Алхимику уже, и еще там отдали. И в итоге они втроем стоят против двоих, а линию-то они суммарно, получается, вообще сейчас начнут проигрывать. И у Розора также проблемы. Розору вряд ли кто-то успеет помочь. Розор еще пару тычек, нет, даже одна. И просто его заклэпило Урса. Здесь максит клэп, действительно очень хорошая штука. Очень хороший дэмэдж, замедление. Пока дабла в миде полностью оправдана. Да, дабла в миде работает. Несмотря на то, что это Розор, но здесь очень классно все исполняют. Да, ребят, игры нету в Дота ТВ. Видимо, админы ошиблись, не поставили билет, или он как-то не прогрузился. И у нас из-за этого какие-то интересные никнеймы, но ничего не поделать. Счет зато стоит, самое главное, не будет вопроса, какой счет из вечного. Счет 1-0. Может, он никак не связан с тем, есть это желтая точка или нет. Да. В любой непонятной ситуации спрашивай, какой счет. Так, Сико. Опять тут немножко подставляется Сико. Но в этот раз у него все получше. Хотя он продолжает бегать по огню, и до сих пор нет 6-го левела, поэтому сейчас очень много хп потратил. Ну да, повезло, что Бэтрайдер отходит. На самом деле, если бы сюда сейчас еще какой-то суппорт пришел, они бы вполне алхимика прогнали. Разор. Будет ли клэп? Есть клэп. Да, попытается сейчас подкопать здесь фейк-нейм. Есть подкоп по Урсе. Пошел фил, больно очень Урс, и Урса погибает. Очень хорошо на этот раз встретили. Вот как раз-таки несколько раз выходили на Разора, ему никто не помогал, но в этот раз подготовили встречу. Все равно два героя стояло в смоках, набегал, еще один степешился. Суммарно получилось очень классно. Кунка сбивает сейчас с Разора фласку. Очень неприятно, и чуть не отъезжает Кунка. Мог Нотейл здесь его убить. Торрент. Просто мансуют у нас игроки на грани, что с той, что с другой стороны. 4-2, ведь чей гейминг ведут, но им нужно прямо совсем уверенно вести. То есть им нужно доводить эту игру до состояния какого-то прямо совсем выигрышного. Зажимать алхимика полностью. Конечно, не на шестой, может быть, минуте, но чем раньше, тем лучше. Просто алхимик сейчас уходит в леса, и он начинает собирать. У него уже есть, считай, армлет. Да, он очень быстро что-то делает. Как же быстро он фармит. Торрент. Пошла просветочка, укопаться бы вниз. Фейк нейм. Тут еще сатир ему помешал, и в итоге догорает здесь. Ой-ой-ой, Хускар, Хускар. Уол, дотянулся. Какой-то подлый кентавр мог потратить фласочку чуть раньше, но уже, казалось бы, никто не должен был добивать этого Хускара. Все-таки добили. Вот это все в минус, довольно в суровой. Вот эти вот смерти от нейтральных крипов, какие-то размены там, где просто должны были убивать. Нужно минимизировать вичи гейминг, этот параметр. И пытаться, пытаться эту игру на минимуме ошибок вывести. Если честно, я сейчас смотрю за тем, как от алхимика, и мне кажется, что если вичи гейминг не изменят свой подход к игре в ближайшее время, то алхимик через 20 минут их просто и шинкует. Ну, я думаю, что сейчас еще тяжело. Сейчас не нужно торопиться, потому что тоже слишком рано полезть. Это означает тоже слив, так как ты полезешь там, умрешь где-то несколько раз. Нужно обязательно дофармить свои ключевые арты. На Бэтрайдере подфармить себе какой-нибудь блинк. А тут подфармить себе на Урсе что-то, может быть, тоже блинк, на Хускаре. И уже потом идти давить. Но как можно больше вот за этот отрезок вынести. Кунка, мы видим, начинает подфармливать на легкой линии. Это уже Эксмарк за спот в тройку. Хускар, нападение на Санкинга. Санкинг пытается уйти. Хускар идет за ним. Есть песок, кастует песок и спокойно уходит. Не уходит, сейчас выход мид будет. Проблема у Эншент Аппаратчна. Его могут забирать прямо за вышкой. Прожимаются фейзы. Да, там барабаны, фейзы. Никак. Ну, тут никак не уйти. Вообще, охотились на Алхимика. Заходили во вражеский лес, пытались его найти. Но Алхимик каким-то чудом в этот момент оказался под своим Т1. Ну, тоже неплохо. Как можно дольше не дать Аппаратчну получить шестой. Это все облегчает пуш. Но все равно я не думаю, что здесь прямо удастся затянуть его шестой левел совсем надолго. Хотя посмотрим. Да, вот уже начинают за Алхимиком охотиться. Вот это очень правильно. Отвечи Гейминг. Именно начинать его из леса и своего выгонять. Ничего не могут сделать, ОДЖИ. У них очень жадный пик. У них, помимо этого Алхимика, у них еще и Сен Кинг, который является невероятно жадным героем. Которому нужны и левел большой, и артефакты. Так, погоня. Разор уже делает ТП. А вот Оракл может не уйти. Ой-ой-ой-ой-ой. Доля секунды не хватило Урсе. Сейчас стычка будет. Крест. Торрен. Антоша взлетает. Седьмой уровень у Бэтрайдера, но у него пока нет лосо. Попытка сделать ТП-аут от Кунки. Сбить нечем, он просто улетает. Да, спокойно уходит. Начинают напрягать уже по всем фронтам. Кускар все еще фармит. У него уже есть армлетик. Но продолжает Бэтрайдер, выгоняет Алхимика из леса. Верхняя линия уже полностью под контролем Вичи Гейминг. На центральный бесконечный экшен. Вот смещается сейчас сюда Химик вниз. Но, несмотря на то, что у них примерно одинаковый уровень. Примерно одинаковые артефакты. Химик на данной стадии вообще не может биться с Хускаром. И Уржи делают очень рискованную, но очень хорошую вылазку. Правда, летит Даззл. Ой-ой-ой. Есть сейф ТП. Шестого уровня. Да, находят. Выход на Хускар под минус армором. Уходит Хускар очень быстро. Надо его копать. Подкопал. Отличный эвейт от Хускара. И тут же пошел Крейк. Счистили. Замерзает здесь Хускар. Тычка с руки. Минус Хусик. Разор. Присосался к Даззлу. Бэтрайдер рядом. Надо флеймбрейком как-то оттолкнуть. Байбэк пошел от Хускара. Это сейчас очень рискованно. Разора. Завозят под вышку. Минус Разор должен быть. Но это единственный фраг. Очень сейчас плохо все сделали Вичи Гейминг. Они все видели. Но такое ощущение, что Хускар не поверил, что его там заберут. И он продолжил драться. Может быть стоило начать отступать и ждать, когда тиммейты подтянутся. Но вот этот вот байбэк на раннем уровне... По факту потеряли одного Разора. Но забрали за это слишком много. Забрали двух героев, еще и байбэк. Ну сейчас Кусик может быть вышку сбреет. Тогда... Хоть как-то так нравится. Тут Урса уже вовсю атакует. Наглеет. Наглеет. Вышка конечно сейчас... Пострадала, но не настолько. Вот эти выпады за Т2 ульт-аппарата... Кусик получает ульт-аппарата. Ну выживет. Но ему надо Грейф ему дать на всякий случай или нет. Да не, не, выживет с запасом здесь. С огромным. Да, вот выживает, как мы видим. Все-таки еще очень тяжело пробивать Хускара. И очень маленькая длительность ультимейта. Дэмэдж. Нападение на Оракла пошло. Корабль. Корабль не наносит дэмэджа вообще, но... Затем Фейт Эдикт заканчивается. И лопается у нас Оракл. И продолжают пушить. Ну очень много уже отдали Вичи Гейминг за эту вышку. Просто невероятно много. Правда еще и Сен Кинга забирают. Вот это уже интереснее. Сен Кинг дает подкоп. Летит ульта. И Хусик в нее заходит. Какая неаккуратная игра. Забирают Хускара. Отдали двух суппортов в размен на Хуско. И при этом еще забрали вышку. Да. Ну я думаю, что этого недостаточно Вичи Гейминг. Они слишком хотят. Вот прямо... Конечно, они правильно лезут вперед. Но по-моему они слишком хотят. Не знаю. Ну, химику фарм приостановили. Он сейчас бьет, конечно, эншентов. Но с той скоростью, с которой он стартовал, сейчас ее даже близко нет. Потащили Нотейла. На нем уже 300 костики есть. Да, 17 тиков. Можно их выражать. Но это никак не помогает. Бэтрайдер просто сгорел Разора. Грубая ошибка. Тоже нафидел совершенно один. Разор это герой, как раз который... Ну, очень сильно мешает пушить. По идее своим плазмофилдом. Там под тучей заезжает много дэмэджа крипам. Крипы умирают. Их дожигает туча. Их дожигает какой-то радианс алхимика. И все. Ты пушить не можешь. Но конкретно... Да, после такой вот потери просто выходят. Забирают все, что хотят. Алхимик ультует. Выходит в мид. Ну, ультаппарата нет. Пока не летит. Да, просто, я думаю, так отобьется. Вряд ли здесь за ним будут дайвить. Ну, могут. Могут все еще, конечно, идти и другие. Сейчас самая важная стадия игры идет. Уже есть и блинка один с твою бетрайдера. Интересно, что соберет Хускар. Армлет, конечно, очень плох. Вот Хускар во многом плох, именно потому что Армлет очень плох против аппарейшена. Сам по себе Армлет для Хускара очень хорош. Но и Хускар против аппарата страдает. И Армлет не самый лучший артефакт. Нельзя его как-то обузить, им играться. Армлет не самый лучший артефакт. Сынкин какой-то б**батый. Это парень, который много времени проводил в лесах. Какой еще раз смертый? Парень, который много времени проводил в лесах. Бедноватый. Бедноватый. Я так запикли, как будто... Там несколько другое определение было. А шепот, но он опять погибнет. Да. Но Тейл вот сейчас делает вообще не то, что нужно для своей команды. Хотя, с другой стороны, можно понять вот эти вот смерти. Играя против Бэтрайдера, без мап-контроля, ну, очень тяжело постоянно куда-то выходить. А выходить куда-то надо. Спейс для алхимика. Будем это так называть. Ну, это неподходящее название. Он просто фидит, на самом деле. Саппортов отдавать это одно, а вот кором дохнуть это совсем другое. Да, и что самое главное, он умер не где-то действительно оставив много спейса, там, стянув много народу, а просто на линии. После его смерти тут же смещаются в мид, забирают вышку и тут же забирают Рошана. Отличный ультимейт от Оперейшена. Очень хороший ультимейт от Оперейшена. Но вряд ли удастся что-либо навязать. Скорее... Копали куночку, пошел и в пид-центр. Сбить нечем. Есть замедление. У кунки огромные проблемы. Врывается кускар. Хороший корабль заезжает. Здесь Бэтрайдер так летает. Попытка засейвить алхимика. Радианса пока нет, поэтому дэмэдж он практически не наносит. Поиграл армлетом. И надо уходить. Ой, подцепили на крест. Минус алхимик. Ну, вот это один из ключевых моментов, может быть, в игре. Забирают еще и Оракла в размен на Дазл, Сенкинг, Оракл и Алхимик. Самое главное. И стоит, опять стоит Нотейл. В очередной раз. Есть лайфбрейк у Хускара. Но Хускара его просто здесь не увидел. На самом деле, если бы еще... Еще одно ультра. Ультаппарат, неплохой, кстати. Если бы был Фил, то можно было его забрать. Убьет, убьет Патрайдера. Патрайдер умрел? Нет? Да. И Урса умирает! Даблкил. Это просто Теншнед Аппарат. А у него 1400 на руках. Он уже Пойнт Бустер может купить. Может Глиммер. И Рошан еле живой. Какой же это подгон для Улджи. Да ладно, неужели? Неужели они сейчас его заберут? Хускар тут же вписывается. Есть Кунка рядом. Пошел корабль. Сенкинг минус. Хускар замерзает Хускару. Нужно добивать Хускара. Очень много демэджа добивает Дазл. Остается только Хускар. Может играть Армлетом. Но скоро откатят ультимейту Аппарат. Нашли Кунку. Асид Спрей. Минус Кунка. Идти забирать Рошана. 98 демэджа забрал Разор. Этого хватит, чтобы забить Рошана. Хусик ворвался. Далековато. Хускар, зачем? Это просто такой конвейер сейчас. Это просто фейлфест. С одной, что с другой стороны. Сначала отдают Алхимика. Казалось бы, после этой смерти. Все. Сейчас Вичи забирают Рошана. Идут и уничтожают. Однако, вместо того, чтобы забрать Рошана, Вичи умирают. Причем, да, слишком много их умерло на Рошане. И сейчас уже Чаша Весов явно не в их пользу. Потому что Егис Рошан достался команде OG. Они еще огромное количество золота получили. Не знаю, что возьмет в себя Парат. Но у него 1900, он вполне может взять 7. Мидасик. Сыграть еще более жадно. Ну, не нужно. Не нужно сейчас жадничать. Мне тоже кажется, что жадничать не нужно. Набрать каких-то немного статов. Либо какой-то сейв. Форстафик. Или что-то подобное. Может быть. На варды как-то побольше. Да, но все-таки Мидасик будет. Варды. Просто очень важно против Бэтрайдера сейчас хорошо сыграть. Это единственное, что спасает. Да, берет Мидасик. Ну, скажем так, это риск. Но в такой ситуации, если не накажут, то это конец. Так, у нас попытка убить Сенкинга. Потащили в лосос. Связали здесь Бэтрайдера. Сенкинг совсем скоро сможет подкопать еще раз. Много демаджа получил. Подкопал Бэтрайдера. Хороший филд присосали здесь Кускару. Демадж у него практически не остается. Хорошая банка от алхимика. И можно идти давить, но решили остановиться. Нет, Кускар на развороте. Есть Радианс. Кускар аккуратничает. Нет ульта Апарейшена, но... Слишком зарываться не стоит. Минус 2. Неплохие от Вич и Гейминг. Хорошо, они сейчас все сделали. Да, вот это у нас, конечно, качели пошли. И вот как вот здесь теперь... Оценить вообще, что может произойти. У алхимика все очень хорошо. Он сильно оторвался. Но при этом его боевые характеристики все еще не на высоте. Опарейшен. Почти одиннадцатый с Мидасиком. Ну, здесь Агоним себя не заставит ждать в любом случае. Даже если алхимика ему не сможет подарить. Мне кажется, рановато. У Джи могут расслабиться. И сейчас... Загулял немного. У него ультимейт, конечно, есть. Армлет тоже есть. Но начинает в нем грызаться. Должен лететь сюда ульт-аппарата. Надо драться. Пошла колбочка. Буквально пару тычек надо. Пошел Грейв. Здесь же Разор. Больно алхимику. Но Реген позволяет жить. Там наполучал. Няш. Няш. Дазл наш. Буквально пару тычек. Да, уходит Дазл. Но при этом потерях у Скара. И опять у нас переоценили свои силы. Такое ощущение. Вот вопрос такой. Действительно, теги команд не видно. Как будто, может быть, мы просто зашли в какой-то папчик. Но игра действительно не характерна для высокого уровня. Когда просто игроки не понимают, хватит им демеджа или нет. Но алхимика бы не убивали. Даже если бы Operation не дал свой ульт. Там просто не хватало демеджа элементарно. Но оценить этого не смогли. Мне кажется, на ВИЧ и гейминг все больше давят то, что у них мало времени. Хотя, по алхимика убивают. Ну, здесь его хорошо уже убили, конечно. Блинк на Урсе. Еще и Форстаф. Там супермобильная. Алхимику надо быть аккуратнее. У него, конечно, по фарму сейчас пока превосходство. 12-800 на Урсе. Но он никакой в бою. Он как бы по фарму вроде превосходство. Но мы видим, как его забирают. Если его быстренько не подстраховать, то у него все очень плохо. Ох. Вот это игра. Вот если бы мне сейчас сказали, ставь на одну из команд. Вот. Прямо вот. All in. Я бы даже и не знал, на какую поставить. Потому что OG вроде как все дальше-дальше отодвигают. И вот сейчас хороший ультимейт залетает в Хусика. Хусику больно. Здесь Кунка. Дает очень хороший корабль. Вешает баф на Хускара. Хускар практически перестает терять хп под своей пассивкой и бафом корабля. Хускар выживает. Да, вроде бы отодвигают OG игру и переводят ее в лейт все больше. Но с другой стороны, тут буквально несколько ошибок и можно потерять окончательно контроль над игрой. Ну, зайти еще на хайграунд к таким героям, которые OG весьма трудно. Сипи-центры, алхимик с радиансом, который вот-вот уже будет с манта-стайлом. Да. Я бы даже сказал, я бы даже сказал не то, что к таким героям зайти тяжело, а такими героями. Хуск, он вроде как боец, и Урса бойцы хорошие, но по вышкам они не так уж круто бьют. Пассивка Урса не работает, стрелы не работают по товарам. Получается как-то очень не очень. Кстати, Нутейлу отдали Аегиса, а он теперь перестал фидить. За ним перестали охотиться после этого, ну понятно. Мы уже наохотились вичи гейминг в какой-то момент. А Мирошане поняли, что охота превратилась в не то, что они хотели. Мобильные герои получаются у OG. Уже две... Двое травелов. Ты представляешь, насколько у них вообще экономика сильная в пике? У них алхимик с травелами, он не тратит деньги на ТП, он очень быстро фармит. У них медасик на аппарейшене, и у них разор, который не так быстро фармит, но у него тоже травела, он тоже экономит золото. В то время как у вичи гейминг травелов нет вообще, и у них герои, которые в принципе фармят не очень быстро. Относительно химика. Слот не занимает важно для химика. Потому что теперь не надо иметь пустой слот для ТП. Ну и всегда лишний раз можно свинтить ноги. С помощью вот этих вот замечательных ботинок, да? Продолжает он фармить. Уже вичи гейминг становится все сложнее. Как-то они понимают, что если сейчас ломануться, то могут получить ультопорейшна по голове. С другой стороны, понимают, что если ничего не будут делать, то алхимик совсем разгонится. Я не удивлюсь, если сейчас может произойти вообще какой-то тотальный бред в их исполнении. Потому что очень тяжело играть в такие игры. Но посмотрим заодно, насколько эта команда действительно устойчива. Потому что как раз в таких ситуациях, как правило, гнуть свою линию наиболее тяжело. Вот они разбивают смог и идут в атаку. Немножко это выглядит атакой отчаяния, но может быть получится. Может получиться. Если скомбинить эти ультимейты, вот только уракла надо зафокусить. Иначе ни лассо, ничего не заедет пути. Ой-ой-ой, хорошо, выходят. Хороший подкоп, моментальная реакция. Сенкинга пошел ультаппарата, попадает по Урсе. Корабль заехал по двоим, неплохо. И надо бежать отсюда. Надо бежать, атака не удалась. Да, не вышло, ничего не вышло. Фишком круто среагировал Сенкинг. Моментальный подкоп. Не дал шансов бэтрайдеру зацепить ни разора, ни того же Сенкинга. Алхимик уже дофармливает тебя, Манты Стайл. Курьеры выдвигаются. Не хотят уходить, ты посмотри. Продолжают стоять, но в этот момент ничего же не фармят. Витчи гейминг. Вон выход от Урсы. Урса в Инвизия. Вот это очень хорошо. Ну, не может понять, кого. Нужно нападать на какого-то Оракла, скорее всего. Но пока не решается. На Оракла. Он поставил приехать к Алхимику. Оракл. Съела Ancient Operation. Тут еще из комбинили. Аппарат байбек. Бегут. Ну и вот сейчас попытаются сделать фраги. Сейчас очень важно вещегейминг отступить. Бегут за Даззлом. Даззл кидает на себя Грейв. Будет ли ульта? Пошел корабль. Корабль заезжает в Сенкинга. Останет его. Идут дальше за Урсу. И Урсу очень больно. Урса взрывается. Алхимик оформляет даблкил. Да. Ну, по-моему, наступает тот самый момент. Ну, точка невозврата, может быть, это и есть. Согласен. Когда уже OG выходит и настолько сильно смотрится в драке. Хотя, на самом деле, очень много всего потратили на этого аппарейшена. То есть там как-то отвлекали Алхимика. Не было как мне врываться вот этот второй раз. Когда зашли в Смаке, не получилось чуть-чуть. Стоило отойти. Ну, вот видишь, как раз таки... Бэтрайдер посошел аппарат. А хватит издеваться над бедным mentioned operation. Без байбэка. Попадает по Бэтрайдеру. Понятное дело, что без байбэка. Бэтрайдер заметает. Только сделайте паут, филд. Уходят. И выживает. Выживает, тем самым цепляют одновременно. Химик. Засейвить Алхимика. Алхимик очень больно. Дэмэдж теряет. Кускар. Есть и питшентр. Неплохо ворвался в двоих. Он здесь разор должен погибать. У него выживает. Ты посмотри. Скорее всего, Кускар отъедет в таверну. Отличная банка от Алхимика. Не дает ничего сделать. Клэп. Подкоп. Бедный Урсу. Да, Урсу тоже избивают. Он просто вынужден отсюда отступать. За ним бегут иллюзии. Он не может блинкануться. Еще один Форстаф на этот раз от Бэтрайдера. Иллюзии погибают. Алхимик продолжает идти вперед, но взрывается. Фоллс Промис слишком круто работает. Не могут ничего сделать. Несмотря на то, что не было Апарэйшена, шли вперед. Правильно делали. Без Апарэйшена подраться гораздо проще. Он настолько отправился в таверну. Был хороший шанс, но уже не могут. Уже не могут победить этого Алхимика. Он слишком сильно оторвался. Мы видим, что OG начинают экономически уже на 5-6 тысяч превосходить. И сейчас, скорее всего, оторвутся еще сильнее. Потому что им ничего не мешает фармить. Да, вот для Вич и Гейминга тяжелая ситуация. 1-0 они уступают по картам. И уступают в этой игре пока что. Но посмотрим. Может быть еще удастся что-то им сделать. Просто этот Оракл, который стоит за спиной, он фактически любую атаку делает чуть ли невозможной. Фолс Промис в любую цель, которую схватили, она начинает очень жестко отхиливаться. Если это Алхимик, например. В то же время он не дает зацепить вообще Лассо. Ну диспейль этого. Непонятно, кого фокусить в Вич и Гейминг. В кого вырваться? Оракла стоит слишком далеко. А с Линзой теперь еще дальше стоит. Да и вообще, если ты ворвешься в Оракла... Тоже надо убивать. Да, да. Если ворвешься в Оракла или в аппараты, ты потратишь на это очень много всего. А что дальше? Как ты будешь Алхимика убивать? Он же тоже уже оделся. А при этом, когда ты ворваешься, ты прекрасно понимаешь, что тут же получаешь статик линк. У тебя высасывают весь дэмэдж. Да, тоже. Еще один герой, которого нужно быстро убить. Ну и в итоге получается, что нужно убить всех. Ты не убиваешь никого. Поцепили Бэтрайдера. Ушел. Ну, уходит. Форстафик есть. Хеликейн Пайк есть у Розора. В него врываться теперь не особо интересно. на Пускару наберет дистанцию. В любом случае. Что, Рошан у нас появляется? Вроде как он должен быть для Вич и Гейминга, что у них Урса. Но я подозреваю, что OG так не думают. Октарин появляется у Алхимика. Неизменные билды. Ну да, тут все по стандартику. То есть этот Октарин, Радианс, Манта, Травела. И здесь вряд ли это накажут. Тут, конечно, еще такой момент с ультой Оракла. Очень тяжело даже опытным игрокам оценить, вот выживет герой или нет. Иногда ты вносишь в него на 2-3 тысячи дэмэджа больше в героя под Фоллс Промисом. Я имею в виду. Ты вносишь в него очень много дэмэджа и тратишь ресурс в никуда, можно сказать. Но в этого Алхимика, вот его бьют всю драку, уже вроде бы все. Можно прекращать его бить, а он выживает на 200 хп. С Октарином, ну еще сложнее оценить, потому что там такой бешеный отхил с ультой Октарина, а под Фоллс Промисом он вообще удваивается. Вот как понять, достаточно дэмэджа? Никак, только на опыте. Да. Ну, я думаю, точное количество дэмэджа никто не наносит, поэтому всегда берут с запасом. Ну да, и здесь конкретно я сомневаюсь, что даже с самым большим запасом хватит этого дэмэджа, если все вовремя успеет нажать Алхимик, если вовремя среагирует. БКБ появляется у Фускара. Не так много айтемов у него. Сейчас Алхимик можно ловить, кстати, но он успевает прожать, хотя нет, вот он Бэтрайдер, подтащили и начинает грызть Урса. Пока не пробивает. Будет ли хоть какой-то подсейв здесь рядом с Энкинг? Не получается убить даже через Лосо и Урсу. Взрывается. Бэтрайдера. Бэтрайдер ходит. Форстаф скоро еще будет. Ну вот видишь как, ворвались. Вроде бы неплохо ворвались на самом деле, но Урса была далековато, не хватило просто, скажем так, некоторым героям времени для того, чтобы зафокусить. А помимо всего прочего, Алхимик с Мантой и Травелами он еще и гораздо быстрее Урсы. То есть он просто от нее пешком ушел. И она не может его догнать. Здесь нужен уже какой-то... Алхимик идет, очень жестко идет боковать, Торрента мне попадают, начинают кромсать Т1, отправляются иллюзии для Вижены, для того, чтобы выжигать саппорта Рэддинсом. Ну идет погоня. Тэпаут от Кунки, подкоп на Бэтрайдера, Форсав имеется, Сатиклинг, Дихрекин Пайка еще чуть-чуть, 4 секунды, Бэтрайдер пытается уйти в лес, но там подкоп, и секунду. И Урсу пытаются накрыть ультом Апорейшна, не получается, но очень мало ХП у Урсы, Грейв заканчивается, продолжают ее жечь, Форсав, Алхимика сажают на крест, Торрент, Воракла, пошел корабль. Ну и в итоге Санкинг забирает все-таки Бэтрайдера, нашли его здесь в кустах. Ну все, уже уже вышли сами давить, да, я думаю, что сейчас можно в любой момент уже ожидать гудгейма от Вич и Гейминг, они-то все прекрасно также понимают, что у них все ужасно. Да, Алхимика, которого уже не остановить, сейчас еще Шива появится, лишнее замедление, пошел Манта Стайл, да, он получает ВИП, у него не все хорошо с Армором, плохой Торрент, вышка-то падает. Так, запрыгнули, Алхимика, тут же Форстаф, тут же Сейв, нажимается Ультимейт, и иди дави. Дать на Урсу, набирает дистанцию. Радует вышка, еще один Торрент, Зайвейдем Мантаой. Ну просто никуда не собираются УДЖ уходить уже, не хотят, хотят уже закончить эту игру. Хотя у них есть возможности, они могут отступить и ничего не потеряют. но Тейл призывает ворваться на ХГ, подождать, вернее, на ХГ, не ворваться, а как раз встретить, заманить. Я думаю, что им нечего бояться сейчас особо. Алхимик под Ультимейтом, он сейчас неубиваемый. Ну сейчас вот так вот подождут, подождут и идут дальше. Да, хотя... Ну Шива летит, Летит Алхимик, возможно ее ожидали. Да, там также летит глиммер для Тоши. Он же, наверное, Флай. Хотя вот не знаю, ну да, Флай, скорее всего. На пятой позиции, на аппарате, на своем. Ну и что, Алхимик может начинать собирать аганимы для Оракла, для аппарата, в первую очередь для аппарата, для Санкинга, для Оракла и для Розора также неплохо зайдут. Розор там больнее бьет, насколько я помню, издание дамажит своим ультимейтом. Вот она встреча, возможно финальная, Алхимик, начинают бить Урсу, Санкинг. Хороший эпицентр по двоим, закатываются в толпу, пошел сюда ультаппарат, он не попадает ни по кому, Кускар пытается сражаться под Блэкинг Баром, Алхимик просто идет за ним с руки, ему должны наваливать, наваливать с руки, как он отхиливается, ты посмотри, этот бешеный кусик, но его все равно сломали. Его сломали, минус два. Два кора погибли, на одном, Алхимик жив, Алхимик буловый, его можно и давить. Да, байбэк есть у Кускара. Ну вот, примерно ровная такая драка по, скажем так, по ситуации, то есть, встретились, кор на коры, начали биться, но как мы видим, практически ничего не могут сделать. Убили Розора, и то неплохо. Ульт оперейшена был достаточно кривой, но то, что он краешком зацепил Урсу, этого хватило, чтобы она вообще ничего не смогла сделать. Это при том, что он еще безагоним. И Алхимик заходит на Тир-3. Байбэк от Кускара. Нет, это не получается. Не особо, что боится Алхим. Да, так он... Ну его еще захиливает вот этот вот Оракал, то есть, он кидает на него третью, мгновенно Алхимик отхиливается, и при этом еще, если его начинают бить, то там захил работает еще лучше. Почти трекратный перефарм Алхимика над кором Вичи Гейминг. Ну да, это ужасно. Тем более, как бы, такой кор. Там уже Operation подбирается с Unking. У Дазл совсем все плохо, в то время как Оракал имеет и Линзу, и почти 12-й у него. Ну, все очень неплохо. Интересно, будет ли Operation делать аганим себе в этой игре? Ну, пока что, даже вот такого ультимейта без аганима, его хватает. Там герои не переживают. Они как раз заточены на то, что они на лоу хп, там выживают, но здесь это не работает. Заходит на Рошана. Вичи Гейминг продолжают играть, надеются на какую-то невероятную ошибку OG. В принципе, а что им еще остается? Ничего. Да, ну и если эта игра закончится раньше, у нас может быть пауза. Хотя, я думаю, что это же плей-офф будут играть, скорее всего, должен быть. да. Follow-by. По-любому пауза будет, пока там команды пересаживаются, но не такая большая. Алхимик покупает себе первый аганим. Ставлю на Operation либо Sinking. Даже не знаю в такой ситуации. Разору, чтобы быстрее как-то сносить уже. Я думаю, что в такой ситуации лучше даже для Sinking. Больше даст, но отдаст Operation. Аппарату слишком хорошо отдает. Ну просто Sinking. Бетрайдера пытаются поймать. Вот он Forstuff, станчик, Бетрайдер заигрался. Обычно он уходил отсюда за счет своих манцев, но не в этот раз. Ну и нужно, нужно как-то спейсить. Вот полетела ульта, аппарата не попадает ни по кому. Ульта с Аганимом уже пошел Алхимик искать, ищет Дазла. Понимает, что Дазл где-то здесь. Ой-ой-ой. Да, он прекрасно понимал, что Дазл здесь, потому что работает Актарин, и это видно. Такой чит небольшой. Но не знал, где точно. Даже после покупки Аганима 26 тысяч Алхимика и 12 только у Хусика. Да и при этом аппарат уже выбрался на топ-2. Как же жестко его бустанул тот дабл-кил на Рошане. Да, да. Я смогу купить Медасик. Согласен. Ну это, вот знаешь, это с самого начала игры это было видно. То, что у OG есть право сделать несколько ошибок, и потом одна драка, и они в игру возвращаются. У Vichy Gaming им нужно несколько раз вот хорошо подраться, и при этом, если они ошибаются хоть раз, все, они игру теряют. И так и получилось. Они забрали неплохо вроде бы на Рошане соперника, но после этого ошиблись, и все, эта ошибка стоила им ну фактически всего. Ну что, по ботому Ancient Operation там находиться необязательно, может из дистанции ультимейтам помочь. Ну все равно проще... Конечно, форстап есть, который может помочь где-то. Да, проще просто кидать с ботома, то есть если ты кидаешь откуда-то сверху, ты можешь совсем промазать, а снизу ты все равно скорее всего попадешь по части героев, вот этой вот бороздой, или... следом, короче. Шлейф. Шлейфом, вот. Так, что у Тима с Шивой зафармил пипчиков. Хусик пока отбрасывается от героя, он наносить демиджи не может. Ну что, бараки фуловываем? Вышка упала. Вив висит, не хочется пока за хейтера. Все-таки минус армор, уже минус 18, минус 19, пошел ультаппарата на ход, тут же подкоп, шлейф он зацепил только. Ну, Хускар уже не может драться, все, он вне драки остается, и этого времени хватит для того, чтобы снести бараки. Я думаю, сейчас должны ломануться уже в какую-то финальную битву здесь вичи гейминг. Да, вот они пытаются зацепить, цепляют, алхимика, но его форстафят, даже не дают тут же никакого шанса, бэтрайдер зашел где-то вообще сбоку, попытался хоть что-то сделать, диспелит его Иул, бэтрайдер уходит на лохэпэ, 30 хп у него остается, разор, фолспромис, в бкб, бэйбэк от бэтрайдера, который все-таки погиб от пассивки Сэн Кинга, отлично залетает форчун, Сэн, какая банка! Аббэйбэк от бэтрайдера, алхимик идет просто шинковать, бэтрайдер без бэйбэка, решили переключиться на бараке, фортификейшн уже был провязан, поэтому особо нечем, ультапарата, баночка, прожимается лохэппарат, пускар, успел заивэйдить, аппаратичные отходят, но ничего не мог алхимику сделать, вот этот парень, который фармил все время под куб, до бэтрайдера не достала, банка, сливэйдил геулом, еле живой оракл, оракл погибает, но при этом за фокусе, скорее всего, и хусик погибает, возможно, догорит разор, но у него есть аегис, это не страшно, байбэка, пускара, нет, пошел эпицентр, здесь погибнет 100%, чуть не дотянулся до урсы. Честно, по-моему, Вич и Гейминг на Интернешнле так упорно не боролись до конца, как сейчас, видимо, совсем не хотят они первые свой лан проигрывать в этом составе, но все идет к тому, что займут третье, четвертое место с конца. Еще один аганим, поэтому химик. Ну, это уже для СК, очень полезный для Санкинга аганим будет, конечно, с огромного радиуса сможет копать, взлетает ульта, до сих пор не будет сдавать. ГГВП, все-таки смирились с поражением, но уже минут как 18-20, наверное, здесь понятно, что УДЖИ эту игру не отпустят, и с каждой минуты следующий все сильнее и сильнее их перевес. УДЖИ выходит в следующий раунд нижней сетки, встретится там с победителем пары LGD Forever Young Team Secret, ну, а мы с Виктором уходим на небольшую паузу, рекламно-музыкальную, конечно же, и вернемся к вам сразу же, как только начнется игра LGD Forever Young Team Secret. Субтитры создавал DimaTorzok